Это день 9 сентября, день памяти Преподобного Пимена Великого, христианского святого, родившегося в 340 году и прожившего 110 лет. Преподобный Пимен известен как основатель Скидского монастыря, автор труда «Афоризм». Вот один из них. «Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу». В этот день 9 сентября родились Валериан Майков, писатель, автор первого русского словаря иностранных слов, Лев Толстой, русский прозаик, один из самых издаваемых писателей в мире. 9 сентября 1907 года создано Русское военно-историческое общество. Первым председателем стал император Николай II. В этот день 1913 года русский пилот Нестеров выполнил впервые фигуру высшего пилотажа «Мертвую петлю». Дата 9 сентября 1970 года вошла в историю нашего автопрома как день начала серийного производства ВАЗ-2101. ВАЗ-2101 – самая большая легенда русского автопрома. Копейки принадлежат многие достижения, до сих пор не превзойденные ни одним автомобилем. Предыстория ее создания была непростой. Были даже задействованы силы спецслужб СССР, чтобы уговорить кредиторов на меньший процент кредитования. В результате появилась лучшая отечественная легковая машина 20 века. Хотя, конечно, не вполне русская, потому как сделана она была на базе итальянского седана Fiat 124, и завод в Тольятти строили тоже итальянские инженеры. Следует сказать, что под русские дороги были переделаны и тормоза, и дорожный просвет, клиренс, и подвеска, и многое другое. Руссификация машины стала очень полезной для самого Fiat. Более 800 изменений было внесено в конструкцию в связи с нашими пожеланиями. Скажем, некоторые детали оригинальной итальянской модели могли выдержать только 500-600 километров русских дорог, после чего буквально превращались в узкие металлы. В советской же модификации, как говорили, требовался капитальный ремонт после десятка лет путешествия от Москвы до Владивостока и обратно. Словом, перевод с итальянского на русский был осуществлен весьма хорошо. Название же «Жигули» было предложено русским конструктором «Черным» и утверждено в 1967 году. А в апреле 70-го года были собраны первые шесть автомобилей. Надо сказать, это была первая советская малолитражка, которая без особых усилий заводилась в условиях суровой русской зимы. Разгонялась машина до 100 километров за 20 секунд и развивала максимальную скорость до 142 километров в час. Стоил автомобиль в СССР 5600 рублей. Скажем также, что появился он во многом от того, что на сберкнижках советских людей скопилась огромная масса денег. И в условиях общего дефицита правительством было принято решение о выпуске массового автомобиля. За все время производства Волжский автомобильный завод произвел почти 5 миллионов таких авто. Уже в 1971 году у ВАЗа Жигули появились отличные и спортивные достижения. На ралли Евротур по 14 странам Европы марка завоевала серебряный кубок. А на ралли 73-го года по Европе взяла и золотой, и серебряный кубок. В 1972 году на международной выставке Жигули был вручен автомобильный Оскар, приз золотой Меркурии. И этот успех для отечественного автопрома пока не повторил. Экспортный вариант автомобиля назвали «Лада 1200». Их можно было увидеть на дорогах Франции, Великобритании, Австрии, Германии, Швейцарии и многих других стран. На Кубе на основе Жигули даже выпускали местные лимузины, которые широко использовали и как маршрутные такси. Кобейкина всегда останется в памяти множество русских людей как очень надежный, первый и любимый автомобиль. Согласно массовому опросу 2000 года, именно этот непритязательный автомобиль был признан на постсоветском пространстве самым лучшим в 20-м столетии.